Ситуация на рынке труда Тверской области – главная тема еженедельного заседания регионального Кабмина. Как результат принятых на областном уровне мер, снижен уровень безработицы почти в два раза, начиная с 2016 года. Такие данные рассчитаны по методологии Международной организации труда. Однако есть и сложности, нехватка специалистов. Как решить проблему, разбирались власти. Все подробности в первом материале выпуска. Задача повысить эффективность рынка труда, поставленная в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Правительство Тверской области ведет системную работу по обеспечению развития экономики, созданию новых рабочих мест, сокращению теневой занятости и, что немаловажно, искренению нелегальной трудовой миграции на территории нашего региона. С 2016 года в Тверской области создано свыше 7 тысяч новых рабочих мест в небюджетном секторе. Кроме того, увеличение стоимости патента для иностранных граждан, введение запрета и ограничений на использование труда мигрантов по 33 видам экономической деятельности, позволило освободить для жителей нашего региона и коренных жителей Российской Федерации около 9 тысяч рабочих мест. Главная задача в сфере занятости в нашем регионе — создание условий для максимального вовлечения трудоспособного населения в развитии экономики. Сегодня работа ведется по нескольким направлениям. Это развитие современных производств и создание рабочих мест во внебюджетной сфере. В 2018-2019 годах во внебюджетной сфере открыто более 4 тысяч рабочих мест. В числе муниципалитетов лидеров — Твери, Калиницкий район, Ржев и Ржевский район, Конаковский, Зубцовский, Старецкий районы, Вышний Волочок и Вышневолодский район. Еще свыше 3 тысяч рабочих мест планируется создать в 2020-2021 годах в рамках реализации инвестиционных проектов. По сравнению с прошлым годом уровень безработицы в Российской Федерации остался без изменений. В ЦФО вырос на 0,1%. В нашей области он остался без изменений, что позволило несколько улучшить свои позиции. Изменения уровня безработицы в разрезе муниципальных образований. Видно, что изменения прошлого года имеются. Снижение произошло в 12 территориях, в 8 территориях показатель ситуации не изменился. Рост наблюдался лишь в 17 территориях. Основные причины — это изменение законодательства, которое наложилось на системные проблемы рынка труда. Наибольший уровень безработицы произошел в Жарковском районе, в Калязинском и Западнодвинском. Особое внимание сокращению теневой занятости и нелегальной миграции. Стоимость патента для иностранных работников Верхневоложья с 2017 года самая высокая в ЦФО и в данный момент составляет более 5000 рублей. Последовательно стяжается квота на привлечение иностранных сотрудников из стран визового режима. Однако сегодня существует большая встревоженность из-за нехватки специалистов в сфере строительства. Речь идет именно о коренном населении. Их катастрофически не хватает. В числе самых востребованных на рынке труда в настоящее время рабочие специальности — отделочники, бетонщики, каменщики и другие. Спрос опережает предложение. Их готовится порядка 300 человек на всю область каждый год. Острая нехватка и инженерно-технических специалистов. Образование идет своим курсом, промышленность идет своим курсом. И здесь как раз Игорь Михайлович дал поручение, чтобы провести глубокий анализ, потому что такой дисбаланс уже присутствует не первый год. Губернатор Тверской области подчеркнул, необходима совместная и слаженная работа между отраслью образования и предприятиями области. Только так можно достигнуть главной цели — баланса специалистов и, конечно, их дальнейшего трудоустройства. В нашем регионе уже начать работа по созданию отраслевой системы образования, который должен сформировать нужный баланс по спросу и предложению трудовых ресурсов Верхневожья. Уверен, что сегодняшнее рассмотрение, оно еще будет положено на планы проведения учебных занятий. Мы проведем встречи с федеральными руководителями вузов, которые находятся и работают на территории Тверской области. Будем просить их скорректировать, наверное, цифры приема на обучение в пользу студентов нашего региона и в пользу российских студентов. Игорь Рудене поручил разработать модель реорганизации службы занятости населения для более эффективного выполнения задач национального проекта.